Неприятный сюрприз может поджидать уже перед самым вылетом. Причем причину отказа в выезде, как правило, объясняют коротко. Долги? Спорить и доказывать что-либо бесполезно, говорят эксперты. Таково суровое, но справедливое решение суда. Сегодня долг горожан только перед тепловыми службами составляет в общей сложности более полутора миллиарда тенге. С 2012 года у нас не повышались тарифы на тепловую энергию. И несмотря на это граждане пытаются уклониться от своих обязательств. Потому что, как мы видим, перебоев подачи тепловой энергии не было в отступительный период. Идет снижение каких-либо повреждений на тепловых сетях. Правда, такая мера крайняя. Ее тепловики применяют только к особо злостным неплатильщикам. Обычно на первое время они только отключают жителей от общей сети. Кстати, и до этого лучше не доводить, предупреждают специалисты. За повторное переподключение придется раскошелиться как минимум на 3000 тенге. Для предпринимателей до 40 тысяч. Но существует в этой системе и поблажки. К примеру, для особо уязвимых слоев населения есть программа реструктуризации задолженности. Говоря простым языком, рассрочка на 6 месяцев. При этом все это время пеня не будет начисляться. Либо это должна быть справка с центра занятости, что он стоит по учету по безработице. Или инвалидность. Или очень много у нас многодетных семей. То есть все эти факторы нами рассматриваются на согласительной комиссии. И мы идем, как правило, на встречу, учитывая уважительные причины того или иного гражданина. Этой зимой, по данным коммунальщиков, от общей теплосети была отключена больше тысячи квартир. Впрочем, эта мера подействовала только в 30% случаев, когда задолженность была погашена.